О перспективах ракетостроения в Украине на примере двух ведущих конструкторских бюро «Южное» и «Луч». В Украине сейчас существует два основных конструкторских объединения, которые занимаются созданием новых ракетных систем и разрабатывают варианты модернизации уже имеющихся комплексов. Развитие военного сегмента в ракетостроении взяли на себя Государственное киевское конструкторское бюро «Луч» город Киев и Государственное конструкторское бюро «Южное» имени Янгеля город Днепр. Эти два научно-производственных объединения отвечают за развитие и координацию ряда ракетных программ в Украине и являются ведущими предприятиями в своей отрасли. Если же детально рассматривать деятельность каждого КБ по отдельности, то можно обратить внимание, что КБ «Луч» имеет явную поддержку со стороны официального Киева в виде Государственного оборонного заказа и организации ряда опытно-конструкторских работ ОКР в интересах Вооруженных сил Украины. Одним из самых известных проектов КБ «Луч» стал так называемый ракетный комплекс «Альха», который на самом деле является глубокой модернизацией реактивных снарядов для систем залпового огня типа 9К-58 «Смерч». Реактивные снаряды, разработанные в КБ «Луч» в рамках ОКР «Альха», представляют собой модернизированные снаряды от реактивной системы залпового огня «РСЗО «Смерч» с установленной системой коррекции траектории полета снаряда за счет импульсных двигателей. Несмотря на ряд громких заявлений политиков и военных экспертов, дальность действия нового боеприпаса не превышает 120 километров. Ряд источников говорит о диапазоне от 150 до 170 километров. Основная особенность нового боеприпаса от КБ «Луч» заключается именно в относительно высокой точности ведения огня за счет установки системы коррекции снаряда во время полета. Это позволяет значительно сократить расход боеприпасов для поражения одной цели и увеличить точность в разы по сравнению с советскими боеприпасами, предназначенными для РСЗО «Смерч». Также стоит отметить, что снаряды по ОКР «Альха» будут выпускать в Украине с нуля на базе новой производственной площадки. Вооруженные силы Украины остро нуждаются в подобных ракетных системах для частичной замены устаревших РСЗО «Смерч» и тактических ракетных комплексов «Точка-У». Работы по модернизации реактивных снарядов для РСЗО типа «Град» и «Ураган» также будут проводиться с участием специалистов КБ «Луч». Кроме того, КБ «Луч» успешно продвигается в направлении создания нового противокорабельного ракетного комплекса, разрабатываемого в рамках ОКР «Нептун». Как и в случае с «Альхой», новый противокорабельный комплекс создается на базе имеющегося научно-технического задела. В основу конструкции новой ракеты легли технические решения и идеи советской противокорабельной ракеты Ха-35, но при этом с нуля создается вся инфраструктура, необходимая для применения нового ракетного комплекса. Ведутся работы по созданию машин боевого управления, обеспечения боевого дежурства, транспортно-заряжающих и новой радиолокационной станции загоризонтного обнаружения. Согласно данным из открытых источников, в скором времени ожидается первое испытание самой ракеты, которая разрабатывается для применения как с мобильных наземных пусковых установок, так и с возможностью адаптации для установки на боевые корабли и даже применения на самолетах типа Су-27. Новый ракетный комплекс «Нептун» должен стать асимметричным ответом на рост военной мощи военно-морского флота Российской Федерации в акватории Черного моря. Уже в течение ближайших нескольких лет ожидается появление данного комплекса в серийной модификации. Помимо этого, в стенах КБ «Луч» также ведется ряд работ по созданию перспективных зенитных ракет для оснащения новых украинских комплексов противовоздушной обороны ПВО и модернизации зенитных ракет таких комплексов как С-300, БУК, ОСА, Стрела-10. Все вышеперечисленные ракетные программы имеют поддержку со стороны государства и развиваются быстрыми темпами в связи с тем, что в их основе лежат уже готовые и проверенные решения. А КБ «Луч» имеет огромный опыт в данной сфере и ранее успешно справлялась с ролью координатора ракетных программ. Что же касается КБ «Южное», то специалисты из Днепра пошли по тернистому пути и ведут свои разработки с нуля. Все их работы проводятся в инициативном порядке или за счет средств, предоставленных иностранными партнерами. Наверное, опасаясь возможных неудач или просчетов, что свойственно любому новому проекту, украинские власти и сделали ставку на КБ «Луч». Но при этом все разработки и проекты КБ «Южное» находятся под пристальным вниманием со стороны чиновников из Министерства обороны Украины, которые открыто заявляют о своей заинтересованности, но уже в готовом продукте. Сейчас в КБ «Южное» активно работают над созданием нового семейства оперативно-тактических ракетных комплексов ОТРК под шифром «Гром-2». Работы ведутся за счет средств иностранного партнера, который выразил свою заинтересованность в разработке системы подобного типа. ОТРК «Гром-2» уже вышел на этап создания рабочего прототипа как самой ракеты, так и пусковой установки для нее. При этом в создании нового ОТРК участвует большое количество украинских предприятий. Так, абсолютно новую пусковую установку создали на Харьковском заводе транспортного оборудования при участии государственного предприятия «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова». В отличие от Ольхи, новой ОТРК создается некак временная мера по замещению устаревших образцов военной техники. «Гром-2» — это стратегически важный ракетный комплекс, имеющий дальность действия от 350 километров. Отдельные источники говорят о 500 километрах и выше. Аналогами данного комплекса можно назвать российский ОТРК «Искандер-М», турецкий комплекс «Бора» и китайский «М-20». Впрочем, стоит констатировать, что до момента выпуска первого серийного комплекта ОТРК «Гром-2» может пройти по меньшей мере еще 5-7 лет. Кроме ОТРК, в Южном разрабатывается еще и семейство крылатых ракет под названием «Коршун». Как и в случае с «Гром-2», разработка крылатых ракет также ведется в инициативном порядке и при поддержке иностранных партнеров. Ракеты «Коршун» обладают современной автоматической системой наведения на цель и предназначенной для поражения надводных кораблей, хорошо укрепленных бункеров, командных пунктов, мостов и дамб. Способность лететь предельно низко над землей с огибанием рельефа местности усложняет обнаружение крылатой ракеты и увеличивает ее шансы на преодоление системы противовоздушной обороны потенциального противника. Как и в случае с «Гром-2», в создании новой крылатой ракеты участвует целый ряд украинских предприятий, в том числе и «Моторсич». В КБ ведется разработка модификации крылатых ракет класса «Воздух-поверхность», «Поверхность-поверхность», «Корабль-поверхность» и «Корабль-корабль». В зависимости от выбранной платформы носителя, варьируется и дальность действия данных ракет. Отмечается, что дальность применения данного семейства крылатых ракет может составлять от 300 км и выше, и соответствует Р-500-9М728, российская крылатая ракета, используемая в составе комплекса «Искандир-К». Самой интересной и прорывной разработкой КБ «Южное» считается создание абсолютно новых летательных гиперзвуковых аппаратов. Так можно отметить недавно представленный проект новой крылатой гиперзвуковой ракеты. Данная разработка была представлена широкой общественности только в начале 2018 года. Проект представляет собой высокоскоростную ракету с гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем со стартово-разгонной ступенью. Дальность действия новой крылатой гиперзвуковой ракеты может составлять порядка 480 км, но следует отметить, что технические характеристики ракеты позволяют увеличить дальность действия до 1750 км. Данный ракетный комплекс может применяться для уничтожения крупных соединений надводных кораблей, важных военно-промышленных целей, командных пунктов соединений войск потенциального противника, о возможных сроках реализации данной программы информации нет. Таким образом, можно сделать выводы, что два ведущих конструкторских бюро по ракетостроению в Украине выбрали абсолютно разные пути развития. Киевский «Луч» сделал ставку на относительно недорогие и проверенные решения, а специалисты из КБ «Южное» вкладываются в перспективные, но рискованные проекты. Продолжение следует... Продолжение следует...